Да, могу себе позволить теперь снимать вот на таком красивеньком фоне свои книжные видео. Вот у меня появился третий книжный шкаф. Если кто-то еще не знает, откуда он мне появился, то вот ссылка на видео, прошлое видео про то, как я заполняла этот книжный шкаф. Ох, да, наконец-то исполнилась моя мечта. Всем привет, меня зовут Марина, и сегодня мы поговорим о книгах, прочитанных мной в декабре. И вот сразу чисто сердечное признание, мне всегда так лень готовиться к съемке прочитанного, монтировать, снимать, вернее, снимать, потом монтировать, потому что это самые объемные видео. Они тяжелее всего даются, вот правда. И при этом я не получаю какого-то большого отклика от зрителей, что эти видео интересны, что они нужны. И мне самой не то, чтобы прям очень нравится их снимать почему-то. Остальные, пожалуйста, прочитанные, вот я все время себя заставляю, давай, нам нужно рассказать. Это книжный блок, давай, нужно рассказывать. Видимо, я слишком подробно рассказываю, меня это раздражает, поэтому сегодня постараюсь покороче, но чувствую, что не особо у меня получится. Я вообще в раздумьях, как сделать видео про прочитанное интереснее. Пока ничего не придумала. Если у вас есть какие-то мысли на этот счет, то напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Правда, думаю много и пока вот вообще не представлю. Пока что это просто вот говорящая голова в кадре и все, мне понравилось поэтому, мне не понравилось поэтому. Буду думать. Перейдем все-таки к прочитанному прямо очень быстро и коротко поговорим о книге, попавшую в номинацию «Лучше, чем могло бы быть. Мара и Морок. Особенная тень». Да, это вторая часть, поэтому и будем говорить коротко, потому что про первую я недавно рассказывала. Вторая часть особо не изменила моего впечатления по поводу этой истории. Кто смотрел это видео, тот знает, что впечатление у меня, ну, такое себе. Но понравилась мне эта книга больше первой. Здесь у нас Агата хочет, Агата главная героиня, да, как мы помним, хочет отомстить человеку, из-за которого 200 лет назад уничтожили ее сестер других Мар. Но человека того же, соответственно, в живых нет, поэтому, ну, можно отомстить и его потомку. И она вот попала во дворец к его потомку, где раскрылось множество тайн и интриг. Произошли также некие спойлерные события. Это были важные факты для истории. И вот не хочу выглядеть какой-то такой особенно проницательной читательницей, но да, я снова разгадала все загадки, которые автор нам предоставил и в первой, и во второй книге. Я снова все поняла. Да я не какая-то особенная, но просто загадки, да, более простые, честно. Но ведь именно эти загадки и являются фишкой обеих книг. И когда ты их в самом начале разгадываешь, уже дальше не особо-то интересно читать становится. Опять же повторюсь, что мир картонный, состоящий из двух государств, и леса между ними, герои Марисюшны, язык автора простой. Но это не то, чтобы плохо, потому что книга читается легко, и, ну, это, конечно же, плюс. Но вот эти Агата прошипела Агата, фыркнула Агата, процедила сквозь зубы. Ладно, я сейчас опять наговорю, меня опять напишут, что зачем критикуешь книги, попробуй написать. Ты же не писала, это великий труд. Но, как говорится, не нужно быть поваром, чтобы оценить вкус блюда. Еще, кстати, многие читатели отмечают, что книга полна наряжаний главной героини всех вот этих вот описаний, ее нарядов. Ну, я сильно на это внимание не обращала, и это тоже не очень-то плохо. Ну, кого-то раздражает. Мне было уже нормально, уже пойдет. Немного печально, что при написании второй книги автор как будто бы забыла, что она аж писала-то фэнтези. По крайней мере, в первой книге было достаточно так магии, колдовства, фэнтези, в общем-то. А здесь, ну, любовь. И ничего, кроме любви и поступков, совершаемых из-за вот этой любви, тут как-то вот и, ну, нет. Что мне здесь понравилось? Да, в целом, идея хороша вся. Это задумка с марами, такими ведьмаками в женском обличье, мороками, их помощниками и братьями, да. Это история, что 200 лет назад истребили мар, почему это случилось, почему решили воскресить Агату. То, что она решает разобраться вот в этой древней ситуации, это круто. Мне нравится идея, но мне не очень нравится, как это написано. Сюжет, в общем-то, неплохо развивается, стремительно ты не успеваешься скучать. Книга вполне читабельна. По моим ощущениям, эта книга могла бы мне понравиться лет в 12-15, поэтому я могу ее порекомендовать с непривередливым, непридирчивым читателем, а также вроде как читателем вот примерно в том возрасте, который я сейчас указала. Но, но здесь есть возрастное ограничение 16+. А знаете, почему оно есть? Потому что к нам была одна постельная сцена. Может, и не одна, я уже не помню, но одна точно была. И я вот, когда я прочитала, у меня был один вопрос. Нафига? Нет, постельная сцена имеет место быть. Это нормально. Но то, как она здесь была прописана, лучше бы ее не было. Я считаю, я считаю, что можно было сделать ее менее подробно, как-то красиво, аккуратно описать. Менее, да, менее подробно, аккуратненько описать эту постельную сцену так, чтобы потом все фанаты вот этой вот книги еще и писали миллион фанфиков, потому что там надо было додумать. И они бы сидели и додумывали это. Нет, автор нам просто все вывалил. Вот, пожалуйста. И ладно бы это было красиво, но это было так, как в каком-то дешевом эротическом романе, где любят использовать слова Жезл, Лона и прочее. Короче, жесть. Еще и Агата эта, блин, шипит. Она вечно шипит. Она даже здесь не удиралась. Она даже здесь шипит. Вот такая вот кошка, ешкин, блин, кот. Я спокойна. Я спокойна. Ну, несмотря на что-то, да, в этих книгах что-то есть, поэтому я оценила вторую часть тоже на три с половиной из пяти, потому что идея отличная. И я понимаю, что многим может понравиться. Следующая номинация одна из лучших книг 2022 года «Коллекционер Фауза». Она была реально близка к тому, чтобы стать лучшей книгой года, но все-таки вот по эмоциям моим предания Лимба ее опередили. С таким изданием, я думаю, многие знакомы сильно не будут останавливаться. Да, ну вот что тут стоит сказать? Стоит сказать, что золотенькие вот эти стираются. Ну вот, да, видите. Это, опять же, эту книгу у меня еще читала мама до меня. То есть она пережила, ну, два чтения. И все, вот уже вот так. Но при этом издание дешевое и почта для чтения комфортная. В этой книге расположены два произведения «Коллекционер» и «Мантисса». И о «Мантиссе» мы поговорим чуть позже. Итак, «Коллекционер». Когда я брала эту книгу на чтение, я даже не знала вообще, про что она. Я не люблю читать аннотации, потому что всегда боюсь, что потом у меня как-то смажется впечатление. Опять же, боюсь себе проспойлерить какие-то моменты тоже этим. Иногда грешат аннотации, поэтому не читала. И я как-то думала, что здесь будет что-то вроде Мартина Идена. Книга, история о саморазвитии какого-то вот человека, вот этого коллекционера. Муж мне вообще сказал, что это книга про человека, коллекционирующего части тела людей. Во, на самом деле нет. Это история про скромного, едва заметного клерка Фредерико и про девушку Миранду, в которую он влюбился, просто пару раз ее увидев. И как бы зачем вот эти все цветы, ухаживания, если у тебя есть деньги? А у него есть деньги. Он выигрывает в лотерее какую-то там прям большую сумму денег, решает купить дом на Атшибе, оборудует там подвал, очень, чтобы там все было удобно и пригодно для жизни, и похищает Миранду. Вот. И сажает ее в этот подвал. Это как бы самое начало книги, не пугайтесь, не спойлер. Он посадил ее в подвал в надежде, что вот со временем она узнает, какой он классный, какой он добрый, как он, ну, оценит, как он за ней там будет ухаживать, дарить ей всякие подарки, и вот сможет его полюбить, и они будут счастливы. Ну, то есть, так как это все происходит в самом начале, потом мы всю книгу наблюдаем за тем, как Миранда и Фредерико уживаются, и, ну, влюбляется она в него там или нет, или как, ну, вот так. Но, по сути, да, она всю книгу там как-то пытается сбежать, а Фредерико пытается сделать все, чтобы ей жилось лучше. Поискование идет от двух сторон. Сначала мы узнаем всю историю от Фредерико, как будто бы залезаем ему в голову, а потом уже узнаем от Миранда. И знаете, их взгляды на ситуацию очень разнятся. Я оставаюсь под впечатлением. Мы залезли в голову к жуткому страшному человеку, ну, можно сказать, да, маньяку, к вот этому Фредерико, но при этом ты как будто бы читаешь его мысли, и ты понимаешь, что, ну, он искренне считает, что он не делает ничего такого прям плохого и страшного. Он просто, ну, рядом с любимой девушкой. Ну, вот не мог он по-другому ее добиться. Ну, вот так вот только мог. И выглядит реально в ее мысли все логично. Да, он ее похитил, да, он посадил ее в подвал. Ну, вот, ну, ждет. Сейчас чуть-чуть она поживет, влюбится, и все. Они будут счастливы жить, рожать детей. Все. А когда ты читаешь все со стороны Миранды, ты ей так сочувствуешь, ты понимаешь, что, боже, он просто, ой, вообще, ну, это страшный человек, это страшно, ты сочувствуешь ей от всей души. Это глубокий психологический триллер. Конечно, я обращала внимание на то, что лежало на поверхности. Ну, то есть я видела, да, взаимодействие Фредерико и Миранды как похитителя и похищенной девушки. Но, конечно, можно было как-то там разглядеть, что они еще и представители разных слоев общества. Миранда — это интеллигенция, вот она художник, она такая вся возвышенная, она все знает об искусстве. И пытается даже Фредерико приобщить к этому искусству, но у нее ничего не входит. Герой довольно неоднозначный, и вот в сложившейся ситуации ты узнаешь все их плюсы и минусы. Что мне не понравилось, это немножко затянутая часть, когда уже в игру вступает Миранда. Когда мы уже узнаем, ну, не только вот именно подробности того, как она сидит в этом подвале, как она самодействует с похитителем, мы узнаем всю ее прошлую жизнь, она решает вспоминать все, она же художница. Поэтому она подробно нам рассказывает, как она стала с художницей, как она этому обучалась, про какие-то там произведения, про какие-то картины, про мужчину-художника, которому она восхищалась. Очень много, очень подробно. Вот здесь как-то интересно, ну, прям под угас, да, но я этот невкусный сухарь догрызла, чтобы в конце получить десерт. Развязка для меня оказалась такой, какая меня и устроила бы. Никаких претензий не имею. Я еще несколько дней потом ходила в таком состоянии книжного похмелья из этой книги, но я думаю, ну, че я, че я мучаюсь-то? Сейчас я выбью клин-клином фаузу коллекционера Мантисой. И вот если у нас коллекционер получает оценку 5 из 5, отличная книга, обожаю, люблю, восхищаюсь, то Мантиса попадает в номинацию «Порнография на бумаге». Я думаю, это уже много вам говорит. К слову, это произведение я отметила как худшую книгу года. Я почему-то думала, что если мне понравился коллекционер, то с Мантисой никаких проблем не будет, да и мне как-то казалось, что, ну, будет какая-то схожая тематика. Начинается все с того, что мужчина просыпается в больнице, рядом с его кроватью стоит жена и врач, тоже женщина. Он потерял память, его проверяют, понимают, что да, он реально ничего не помнит, расстроенная жена уходит домой. И вот здесь все хорошее в книге заканчивается, потому что врач, еще раз напоминаю, женщина вызывает медсестру, и они говорят пациенту, что, ну, вот сейчас будем ли тебе испытывать новый метод по восстановлению памяти. И новый метод как раз-таки заключается в том, что вот здесь вот начинается вся порнография. Вот такой метод у них был необычный. Они начинают его соблазнять, причем кто-то так неумело, мерзко, блин, ой, ну, ладно. Он сопротивляется, женщины вовремя говорят, типа, это же в медицинских целях, ты что, блин, давай. И, слушайте, ну, конечно, там он в итоге-то им сдается, ну, ради медицины, разумеется. И я не знаю, сколько страниц-то описывалась эта сцена. Я сейчас посмотрю, я сейчас посмотрю, вам скажу прям. Ну, где-то страниц 30-40, в общем, все вот это вот длилось. Ну, там правда, там вообще какие-то там просто подробности-подробности были. Ну, еще, конечно, какие-то там разговоры типа медицинские. Ну, и вот здесь, как на протяжении всей книги, мне казалось, что автор просто хотел зачем-то выместить все свои эротические фантазии на бумагу. Я хотела бросить эту книгу вот примерно на этом моменте, но думаю, блин, ну, перетерплю. Ну, ну, не может же так быть всю книгу. И да, оказывается, книга вообще не про мужчину, потерявшего память, не про врачей, не про это. Потом этот врач превращается в такую грубую девушку, одетую в рокерском стиле, потом в древнегреческую богиню. И тут-то ты понимаешь, что оказывается, это же все олицетворяет писателя и его музу. И дальше на протяжении всей книги они ведут беседы о писательском деле и о роли в нем музы. Может, в чем-то это и прикольно, для кого-то это прикольно, но мне было неинтересно читать вот эти рассуждения, какие-то околофилософские, вот эту болтовню. И опять же, это сложно. Это сложная умная книга, приправленная отвратительными, иначе не сказать, сценами секса. Причем я замечаю, что мне в последнее время что-то вообще вот везет на неприятные постельные сцены. Но я расшифровала значение постельных сцен так, что автор типа сношается со своей музой, чтобы сочать, а впоследствии родить литературное произведение. Ну окей. Также одним из весомых для меня минусом был тот момент, про который я рассказывала в видео про книжные токи 2022 года, что вот эта вот муза, когда она была в облике древнегреческой богини, она вот рассказывает, типа я лишилась там девственности с пастухом, мне было 14 лет. Такой, ладно. Потом она вроде путается от показаний, говорит уже, что ей было тогда 11 лет. Фу, ну что-то какой-то такой педофилии завоняло, как-то так это было. Ну это было лишним, но очевидно лишним уже. Если пытаться найти в книге плюсы, то можно ответить, что там был интересный момент, когда муза рассказывала, как она, она как бы вечная женщина на самом-то деле, то есть она не только сейчас там вот родилась, появилась. Она вот рассказывает, как она помогала написать свои знаменитые произведения с знаменитым автором, тому же Гомеру и Ляду. И еще был прикольный момент, когда она вроде вот вымышленная женщина, вела себя как женщина реальная, по типу Я обиделась, потому что хочу пиццу. И ты не видишь по моим глазам, что я хочу пиццу. И как бы вот, ну на этом плюс и все. Забавно еще, что когда я читала самое начало книги, которая мне вот дико не нравилась, я решила почитать рецензии. Думаю, ну может быть, что-то кто-то мне как-то это все объяснит уже. И да, там один читатель написал, что ему так все не нравилось, а потом он как понял, как восхитился одним поворотом сюжета, ну и все это все изменило. Думаю, ну ладно, подожду. Но я так понимаю, что этот поворот, это вот и было то, что муза оказалась, ну что вернее это не реально женщина, а муза. Ну это не спойлер, я думаю, это не спойлер, потому что это предполагается с первых страниц. Просто кто-то это понимает раньше, а кто-то позже. Так что да, насколько сильно мне понравился коллекционер, настолько сильно мне не понравилась Мантисса, и я оценила ее на 2С5. А следующая книга у нас, это пособие по перебыванию в воздухе. Девушка в поезде. И нет, в поезде. В поезде она перебывалась. В воздухе. В воздухе перебывалась не девушка в поезде, а я. Потому что сначала мне так не нравилось, мне так что-то все там раздражало. Я мужу постоянно еще жаловалась, ходила, говорю, не нравится мне. А потом мне стало так интересно, так интересно. Главное героиня Рэйчел каждый будний день ездит на электричке мимо домов и видит одну и ту же семейную пару, которая, ну вот, почему-то ей как-то нравится. И она придумывает, что их зовут Джесс и Джейсон, придумывает им профессии, вообще их такую вот идеальную жизнь. И в один день она видит, как происходит определенное событие. Я не хочу говорить, какое, потому что, ну, мало что хочешь узнать перед прочтением детективов. Это не особо сейчас важно. Ну, вот какое-то там происходит событие. А потом выясняется, что Джесс, которую на самом-то деле зовут Меган, пропадает. Рэйчел понимает, что, возможно, она последняя, кто видел Меган, возможно, именно она знает то, чего не знает больше никто. Возможно, именно она может пролить свет на это дело. И да, она решает пойти в полицию. Но я думаю, это еще в том числе, потому что она как бы чувствует ответственность, что ли, за эту семью, потому что она как-то вот, ну, привязалась, что ли, к ним она их видела там каждый день, придумала свою историю в голове. Может, поэтому чувствует ответственность, поэтому... Еще поэтому решила помочь полиции со следствием, скажем так. Все бы ничего звучит, как обычный детектив, но здесь есть три важных момента. Первый. Рэйчел алкоголичка. Вот просто. У нее нереальная зависимость. Ужасная. Вообще. Она напивается до беспамятства. Она пьет каждый день. То есть, если она не выпьет, ей просто в этот день становится плохо. У нее настолько сильная зависимость, что вся ее жизнь превратилась в кошмар. И здесь это все так мерзко описывается, и я даже думаю, что это правдоподобно. Если взять того же Харри Холли, героя детективов Юнис Бео, то он же тоже алкоголик. Вы же помните, он же тоже у нас алкоголик. Но там вот нет таких мерзких ощущений от него почему-то. Наверное, потому что автор нам показывает, что ну да, вот смотрите, вот он напился, вот он тут подрался, вот он в завязке, вот он опять напился, сорвался. Ну, пошел там, не знаю, тоже что-то и подрался, где-то сорвал дело, где-то тут вот он упал, ударился. Все. А здесь мы узнаем просто всю вот эту вот грязь там, как ее стошнило, как от нее воняет перегар. Она где-то там не дошла до туалета. Она живет еще и у своей, ну, не подруги, она то ли там ее одноклассница, то ли кто, потому что ей нигде жить. Вот ее приютила эта несчастная девушка, которая Рэйчел из-за своих пьянок портит вообще и жизнь, и ремонт. Также она портит жизнь своему бывшему мужу, его новой семье, потому что она постоянно ему названивает, будучи пьяной. Ну и да, Рэйчел тот самый человек, у которого всегда все плохо, у которой жизнь, но вот не удалась, вот такая вот типа вечная неудачница. И вот второй важный момент. У Рэйчел реально не складывается жизнь по всем фронтам. У нее проблемы с семьей, работой, друзьями. Кстати, у нее была раньше счастливая семья, у нее вот был муж, как вы уже поняли. Но семья распалась, хотя они хотели ребенка, они купили дом, Рэйчел ее там с такой большой любовью обустраивала, но теперь в этом доме живет ее бывший муж с новой женой, и вот у них родился ребенок. И, кстати, этот дом находится по соседству с домом, где жила пропавшая девушка. Это тоже важный момент. И вот мы понимаем, что главная героиня тотальная неудачница, и это, знаете, это не прирожденная характеристика, как часто бывает в многих книгах, а приобретенная из алкоголя. И тут мы переходим к третьему важному моменту. В тот вечер, когда Меган пропала, Рэйчел была около своего бывшего дома, но и около дома Меган, соответственно. Естественно, Рэйчел была в усмерть, пьяная, она вернулась домой там уже ночью или ближе к утру, пришла вся в крови, а на утро не помнила, что произошло. Потом она знала похищение, и как бы поняла, что, блин, возможно, там что-то произошло связанное с похищением этой девушки, потому что же было вот в тот самый вечер, когда она пропала. Ну, в общем, вот так вот там все сложно закручивается. Я бы даже назвала это психологическим триллером, а не детективом, потому что здесь хватало как психологии, так и элементов триллера. Мне было невероятно интересно читать, и здорово, что всю историю мы видели с точки зрения трех женщин Меган, Рэйчел и Анны, новой жены бывшего мужа Рэйчел. Надеюсь, вы не запутались. Это тоже круто, потому что позволяет узнать о жизни, о чувствах вот этих девушек, вот этих героинь. Разумеется, я в восторге от того, какую историю закрутила автор и как она ее потом раскрутила в развязке. Для меня все как-то логично разрешилось. Книгу я дочитывала уже в маршрутке, потому что ну мне так хотела зачитать, она как раз осталась в последней страничке, я вот ехала домой и просто дочитывала. Вообще, вообще, ну мне понравилось, да. Опять же, было много вынуто скелетов из шкафов каждого героя, вот реально каждого, и такое я тоже обожаю. Но книга подойдет не всем. Явный минус книги это неприятное описание алкоголизма главной героини. И я даже не думала, что если для меня это мерзко в реальной жизни, то в книге тоже на меня это может так повлиять. Правда, очень тяжело это было читать, хотелось тоже уже на каких-то моментах бросить, но я не пожалела, что не бросила, но для кого-то это может быть под весомым минусом. А еще то, к чему нужно привыкнуть, это язык автора. Да, он весьма скудный здесь. Нет каких-то объемных описаний окружающей персонажей обстановки, самих героев, их мыслей, не знаю, ничего нет. В основе действия она подумала так-то, она пошла туда-то, она сделала вот это, причем я девушку в поезде читала после Мары и Морока, а там как бы с языком-то тоже было не ахти, но, блин, не настолько, там как-то все-таки покрасивее, правда, покрасивее там было. Но я как-то немножко втянулась, я поняла, что, да, в принципе, здесь и так нормально, может быть, здесь оно и, да, как-то и не нужно. Но все равно, я не скажу, что там вообще нет описаний, они есть, но они скудные, их мало, но нормально, нормально. Я, да, наверное, просто втянулась, привыкла и стала ок. Но до Льва Толстого автору, конечно, еще очень далеко, но, может, ей туда и не надо. Я оценила книгу на твердую четверку, перечитывать точно не собираюсь, но вполне себе достойная книга, я провела с ней время хорошо. Читать вам или нет, ну, решайте сами, очень уж спорная книга. А в номинацию «Новогодняя сказка для взрослых» попадает книга «Тревожные люди Бакмана», которую я и прочитала накануне Нового года. Забавно, но я даже не знала, что здесь действие происходит именно в такое время, я же аннотации не читаю, поэтому, ну, прикольно, как-то так я прям угадала. Эту книгу мне на день студента как-то подарила мама, причем я помню, что я тогда сидела в кресле у парикмахера, она мне звонила, спрашивала, что тебе подарить, какую книгу, скажи, какую книгу тебе подарить. Ну, вот я назвала «Тревожные люди», потому что, помню, она тогда только вышла, была популярна. Вот, я попросила эту книгу, ну, слушайте, очень-очень не зря, ну, прям, она вообще балдежная. Оформление здесь примерно такое же, как и в других книгах Бакмана, софт-тач, обложка, плотные, приятно-желтоватые листы, комфортный для глаз шрифт. Ох, ну, отмечала тут, конечно, смотрите, цитат, всяких-всяких прикольных моментиков, которые мне понравились. Ну, это Бакмана, что вы хотели, ну, я люблю Бакмана, да, вот так вот. Кстати, вот кажется, что книга про Новый год, она совсем не про Новый год, она про людей и про любовь между ними. Да, как всегда. Начинается все с неудавшегося ограбления банка. Грабителю нужна была совсем небольшая сумма денег, но он не учел, что банк, который он собрался грабить, не работает с наличными деньгами, он работает только, ну, с безналичными операциями, поэтому грабитель сумасшедший убегает из банка, ему надо где-то спрятаться, ему кажется, что за ним гонится полиция. Он забегает в один из домов, видит открытую дверь в квартиру, бежит туда, и оказывается, что в этой квартире проводится показ. Ну, вот этой квартиры, да, она выставлена на продажу, там редко проводят показ для клиентов. Грабитель решает соответствовать своему негодяйскому статусу, ну, типа, наверное, надо тогда взять и у всех заложники. Ну, берет заложники. А вот когда полиция уже удается проникнуть в квартиру, освободить заложников, то они понимают, что грабитель испарился, исчез, его там нету, но он никуда не мог уйти из закрытой квартиры, никуда, он просто там не мог уйти. Тут, конечно, возникает вопрос, как он исчез, и полиция пытается это и выяснить, и проводит опрос всех свидетелей, ну, то есть тех, кто был в этой квартире, кстати, вот они, эти люди и нарисованы здесь. Благодаря допросу, благодаря воспоминаниям каждого участника мы узнаем о них все. Мы узнаем их радость, их боль, их мысли. Мы узнаем, какое у них было прошлое и, конечно, мечтаем об их счастливом будущем. И меня так подмывает рассказать вам о каждом герое, какой он необычный, какая большая любовь живет в его сердце, какую страшную боль он пережил. Но я не могу, потому что тогда вообще вам будет неинтересно читать, это будет просто бессмысленно. Вот вы должны сами это все узнать, правда. Это невероятное удовольствие раскрыть каждого персонажа, потому что, опять же, все маленькие детальки мы узнаем постепенно и постепенно раскрываем, вот как пазл, знаете, складываем картину и узнаем все о персонажах. Был также момент, который довел меня до слез о непринятии себя, о неуверенности в собственных силах. И Багман здесь подбирает такие слова, которые попадают в яблочко и ты просто сидишь и рытаешь. Короче, да, и смеялась, и плакала, и тревожилась. Я тоже тот еще тревожный человек. После прощения у нас остались только хорошие чувства и мысли о том, что в каждом из нас живет, живут любовь и доброта, но не всегда мы готовы показать. Ну, и не всегда, наверное, надо. Я рекомендую эту книгу всем, кто ищет, чтобы почитать такого доброго, уютного, легкого, ну, и кто, наверное, потерял надежду и веру в счастливое будущее. Вам всегда. Не проходите мимо. Конечно же, пять из пяти. И последняя книга, которую я прочитала в декабре, попадает в номинацию «Бабушки могут все». Ну, ладно, дедушек, конечно, тоже могут, но про бабушек звучит красивее. Это удивительная история о бабушках и дедушках. Сборник рассказов. Долго я ходила вокруг и около этой книги, думала, надо, мне не надо, потому что, ну, привлекает меня такая тематика. Опять же, я люблю уютные книги, но история о бабушках и дедушках, ну, априори, должны быть уютными. Опять же, вот здесь вот большими буквами написано на Рене Абгарян. Я люблю этого автора, люблю ее книги и думаю, ну, надо, надо, ну, вот. Но стоит отметить, что как раз-таки ее рассказ здесь был всего лишь один и он, на мой взгляд, был самым лучшим. В сборнике более 20 рассказов о жизни, приключениях, взаимоотношениях между бабушками, дедушками, их внуками. И если почитать содержание, почитать название этих рассказов, то кажется, как будто бы здесь только-то вот и о внуках, да, о пирожках, все вот рассказики. Ну, в общем-то, да, наверное, в большинстве, но не все. Самый лучший, на мой взгляд, рассказ, это рассказ «Бегония» под авторством на Рене Абгарян. Он о дедушке, который потерял свою любимую жену, и теперь собирается встречать Новый год в одиночестве, но новогоднее чудо все-таки случается, и у него еще появляется шанс, что все-таки он не узнает, что такое одиночество. Были еще забавные истории про ревность бабушки, своего дедушки к соседке, которая пекла ему там какие-то вкусные пироги. Также история была про мальчика, который занял денег, он долго копил деньги, занял их своей бабушке, а бабушка загремела в больнице, и вот он теперь сидит и думает, то ли, блин, он вспомнит про свой долг после больницы, то ли не вспомнит. Был рассказ про довольно молодую бабушку, которую вообще не интересовала возня с внуками, она только начала реализовываться как художница, причем она разрисовывала двери, и потом через эти двери можно было открыть путь, скажем так, в новые миры. Эту историю, мне кажется, можно было даже развить полноценную книгу. Еще была милая история про то, как дедушка очень не хотел вернуться в прошлое, в СССР, в свою молодость, говорил детям, что там все было лучше, и вот они и решили его туда вернуть одним необычным способом. Мне даже потом стало интересно, бывает ли такое у нас в реальности такой способ вообще, как-то реализуется, ну, интересно. Но некоторые истории как будто вот не вписывались сюда, были фантастические истории, ну, не сумевшие меня впечатлить, в отличие от того же рассказа про двери и новые миры, да, допустим, история про бабушек и дедушек, которые умирают, потом вроде как присматриваются своими внуками из другого мира, да, ну, это такая тема, которая не кажется какой-то прям ужасной, вроде нам многих утешает, да, в каких-то моментах, но здесь они очень реалистично присматривали, они там могли что-то уронить, нанести какое-то увечье, что-то сказать, и это кто-то жученько, типа, не, не мило, что-то вообще. А также были рассказы про бабушек, занимающихся прямо-таки черной магией, я вообще вот это вот все дело не люблю, я не люблю сейчас истории про вот это вот все, я прям стараюсь оградить себя всех страшилок, ужас, ну, прям вот таких вот реалистичных, да, прям, мне вообще не нравится, а тут как бы вот нам рассказ про старушку, которая живет в деревне, одна в своем доме, и, ну, занимается тем, что помогает жителям в деревне с приворотами, да, дает им всякие травки, избавляющие от беременности, ну, но в итоге нам и показ как человека совершившего доброе дело. Доброе дело это хорошо, но сколько до него было сделано зла, тут еще вопрос. Также была история тоже про бабушку, которая увлекалась колдовством и в какой-то момент повесилась в своей квартире и теперь в этой квартире бродит ее призрак и никому не позволяет жить в ней, в квартире. Как бы все ничего, но там закончилось вообще вот в духе фильма ужасов настолько было страшно, ну, блин, ну, в общем, ты читаешь сначала какой-то милый, добрый рассказ, ты там восхищаешься, не знаю, даже там плачешь, может быть, смеешься, а потом приходишь к вот этому рассказу и думаешь, боже, я такое чуть не хотела читать. Думаю, уже понял, что на протяжении всей книги у меня были скачки впечатлений от божьей книги, да упаси господь, ну, и поэтому книгу я оценила, я даже оценила на четыре с половиной из пяти, потому что все-таки рассказов, которые мне понравились, было больше, и они были очень сильные, а вот некоторые из них прямо-таки сцепили до глубины души. Вот это я вам наболтала сегодня. Ладно, делитесь в комментариях, что вы прочитали в декабре, понравилось вам, не понравилось, а у меня на этом все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok